Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Ущерб водным ресурсам на 340 млн. рублей. В Дагестане, в поселке Тарумовка, ФСБ накрыло цех по заморозке и упаковке рыбы. Во всей станции мы писали заявление на застройщика, но они говорят, у нас там есть спина. Без отопления, горячей воды и лифта. Проблемы у жителей новостроек по улице Бейбулатова можно описывать неустанно. Их тут пруд-пруди. Отчаянные владельцы, казалось бы, новых домов вышли на митинг. К чему это привело, расскажем через пару минут. Красивые нашиды и увлекательная викторина. Все это прямо на улице. Во дворе одного из многоквартирных домов Мухачкалы устроили праздник в месяц рождения пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. В Дагестане, в поселке Тарумовка, сотрудники ФСБ накрыли цех по заморозке и упаковке рыбы. Руководитель предприятия Абдулмажид Абдулмажидов обвиняется в незаконной добыче каспийской рыбы. Ущерб водным ресурсам предварительно составил более 340 миллионов рублей. Официально за предприятием числился пруд размером в 25 гектаров, где якобы велась ловля. Однако следствие усомнилось в данном факте. Для того, чтобы вырастить 500 тонн сазана или карпа, требуется площадь прудов 2000 гектаров или больше. Теперь правоохранительными органами установлено, что на протяжении длительного времени мужчина, используя подконтрольный ему цех, незаконно добывал рыбу в особо крупном размере. Кроме того, ФСБ Дагестана сообщает, что ранее Абдулмажидов предпринимал попытку дачи взятки в крупном размере сотруднику пограничного органа. Пограничным управлением ФСБ России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время, по данным фактам пограничного управления, при содействии Управления собственной безопасности ФСБ России ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Более пяти лет колонии получил экс-главврач городской клинической больницы номер один города Махачкалы Миджит Алиев. Его признали виновным в мошенничестве на сумму свыше 247 миллионов рублей. Судом доказано, что Алиев в течение трех лет выписывал себе и своим сотрудникам премии и стимулирующие выплаты. Помимо срока отбывания в колонии общего режима, Алиев лишен права занимать определенные должности три года, а также обязан выплатить штраф в размере 2,5 миллионов рублей. Без света и газа живут жители новостроек по улице Бейбулатова города Махачкалы. Уже несколько лет сотни семей, проживающих в этих домах, не могут добиться от застройщика создания элементарных условий. В отчаянии жильцы вышли на митинг, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Слово Зумруд Гамидовой. Ключи от дома жильцы по улице Бейбулатова получили еще несколько лет назад. Однако без отопления и света до сих пор простаивают сотни квартир. Наида Михаева не единственная, кто осмелилась переехать в квартиру без газа, воды и света. Но, по словам женщины, зимой ее не спасают даже обогреватели. Жильцы говорят, на их проблему не обращают внимания ни застройщики, ни ТСЖ. Более того, выяснилось, что у них имеется долг в 11 миллионов рублей. Хотя жильцы уверяют, что ежемесячно оплачивают коммунальные услуги. Какие долги? Я в августе сюда заселилась, я как ремонт закончила, я поставила счетчик. Открыла лицевой счет, я оплачиваю. Получается, а куда мы тогда оплачиваем? Ну, мы-то за свет оплачиваем. Так и живут, без отопления, горячей воды и лифта. Это что за дом, который люди живут? Вот в такой темноте, да? Это что за безобразие? Однако долг, как выяснилось, у самого застройщика перед заводом стекловолокна, откуда и протянут сверх дома новостроек. Который раз они свет отключают. Завод говорят, завод и застройщики между собой не могут никак общий язык найти, у них какие-то долги. А нам застройщики говорят, это не наши долги, это ваши долги. Кроме того, придомовая территория буквально захламлена мусором, так как ее отсюда попросту не вывозят. Оплатившим уже свои квартиры покупателям, дольщикам, приходится ждать у моря погоды. Некоторые же и вовсе не могут заселиться в свои дома и вынуждены снимать жилье. Я уже три года просто хожу сюда, потому что не переселяют. Так, как я снимаю квартиру, почему? Потому что нету ни воды, то света нету, то воды нету, то воды нету, то света нету. Вы обращались к каким-нибудь инстанциям? Да, мы сколько раз собрали, сколько пишем, все заявления потеряли, то одно, то второе. Вы посмотрите на мусор. У меня ребенок постоянно от этого аллергия болеет и не знает, что мы вообще можем делать с этой ситуацией. Ситуация у обманутых дольщиков сейчас тупиковая. Кто решит их проблему, неизвестно. Жильцы обращались и в администрацию города, и в Россети. Но ответа так и не дождались. Во всей станции мы писали заявление на застройщиков, но они говорят, у нас там есть спина, что вы куда хотите обращаться. Или вы лично мне сказали, или вам тоже сказали ваши застройщики. Вот так нам говорят. У нас есть там спина, говорят, вы ничего не добьетесь. Я не знаю, где у них эта спина. Это вам так застройщики? У вас застройщики, вот вы всем говорят нагуль, что у нас есть там спина, обращайтесь куда хотите. Встретиться и даже просто дозвониться до застройщиков жители тоже не могут, и все бы ничего. но в этих домах живет много многодетных семей. Частое отключение электроэнергии лишают родителей элементарной возможности приготовить детям еду. Бесконечные отключения электроэнергии доставляют массу неудобств. Не на чем готовить, дома холодно, вот так выходим. Но, как выяснилось, застройщиков здесь несколько. С одним из них нам удалось связаться по телефону. По его словам, у некоторых жильцов в его многоквартирном доме огромный долг за коммунальные услуги. В связи с чем и образовались долги. Однако сейчас решается вопрос о его погашении. Кроме того, решено полностью заменить трансформатор. И, как утверждает Шамиль Хакимов, совсем не за счет жильцов. Кто прав, кто виноват. Разбираться в этом будет уже прокуратура. Жильцы написали обращение в надзорный орган. А пока специалисты советуют людям, перед тем, как приобретать жилье в новостройках, проверять надежность застройщиков. Минздрав Дагестана проведет проверку по жалобам медиков Республиканской клинической больницы, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19. Врачи пожаловались в ведомство на отсутствие стимулирующих выплат. Ранее в соцсетях появились сообщения от врачей роддома номер 3 РКБ о невыплате им средств, полагающихся за работу с COVID-больными. При этом начальство заявляет, что им якобы не положены выплаты. Минздрав же отмечает, что каждый месяц деньги для этих выплат перечисляются согласно поданным главврачами заявкам. Пока о результатах проверки не сообщается. Сегодня по всей России пишут большой этнографический диктант. В Дагестане акция проходит уже пятый год и становится более популярной. В этом году из-за пандемии формат диктанта претерпел некоторые изменения, поэтому основная часть жителей столицы проверила грамматику, не выходя из дома. Проверить свои знания, культуры, традиции и обычаи народов страны мог любой желающий. Моя коллега Зумруд Гамидова также присоединилась к акции. Ручка, бланк с тестами и собственная эрудиция. Здесь те, кто может похвастаться знаниями о народах, их происхождениях и культуре. Наряду с обычными жителями и студентами пишут диктанты видные политические деятели республики и общественники. Так, акцию поддержал и министр по национальной политике Энрик Муслимов. Свои знания оценивает на хорошо. Я решил участвовать в том, что, во-первых, это необходимо для жителей нашей республики. Во-вторых, мы, как министр по национальной политике и делам религии, обязаны культивировать. Ну, я думаю, что я на хорошо или отлично потянул. Как и на любом экзамене, запрещено использовать шпаргалки и пользоваться телефонами. Участникам пригодились знания культуры и традиций народов Дагестана. Например, у какого из дагестанских народов принято дважды приветствовать гостя. Тем, кто силен по знаниях, на решение теста ушло чуть больше 20 минут, но даже у самых догадливых есть сомнения в правильности своих ответов. Проверить знания о родной стране мог каждый, независимо от образования, вероисповедания и гражданства. Ведь знания являются основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Тяжелые вопросы? Да, очень. А вы в первый раз участвуете? Да, в первый раз. А почему решили принять участие? Я уже трясуюсь на русском языке. Я хочу хорошо знать русский язык, как читать, как понимать, как говорить. И поэтому, если такая же возможность есть, нужно участвовать, чтобы больше знания получалось. 30 вопросов и 45 минут. Кто-то справился быстро, а кому-то времени на ответы не хватило. Оценивать результаты будут по стобальной системе. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ. Тема культуры и традиций народов России уместиться в 30 вопросах, конечно, не может. Организаторы надеются все же вызвать желание у дагестанцев изучать свои корни и узнать больше о тех, кто живет рядом. Зумруд Гаминдова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Начальник ГИБДД по Адагестану призвал жителей и гостей республики к соблюдению масочного режима. По его словам, анализ соблюдения установленных в период пандемии правил показал, что не все граждане прониклись ответственностью. В первую очередь, по отношению друг к другу. Нарушителей масочного режима особенно много среди водителей общественного транспорта и пассажиров. По словам Александра Шалагина, нарушителей привлекут к ответственности. Призыв к ответственности, к пониманию того, что стоит за указом главы. Это в первую очередь ваше здоровье и, соответственно, жизни ваших, ваших близких, ваших друзей, ваших родственников. Еще раз напоминаю, что на сегодняшний день строго регламентированный масочный режим в республике должным образом не соблюдается. Прошу вас изменить свое отношение. Со своей стороны, госавтоинспекция, с пониманием, относясь к отдельным видам правонарушений, предупреждая о соблюдении масочного режима, будет жестко относиться к тем, кто не сделает должных выборов. Пожарные Дагестана получили 10 новых автомобилей. Машины предназначены для осуществления контрольно-надзорных мероприятий. Высокая проходимость автотранспорта позволит эксплуатировать их не только в городской среде, но и в труднодоступной сельской местности, что является большим плюсом для нашего региона. Ключи от новых машин пожарным вручил начальник МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов. По его словам, аналогичные поставки техники спланированы чрезвычайным ведомством и на следующий год. В Дербенте прошла продуктовая акция от благотворительного фонда «Институт». Малообеспеченным семьям раздали более 300 продуктовых наборов первой необходимости. К акции присоединились представители местной власти и общественности. Продуктовые наборы доставляли адресно по домам нуждающихся. Они не скрывали радости и выражали благодарность фонду «Институт» за постоянное внимание и заботу о них. Со своей стороны хотел бы отметить, что к акции подключились очень много неравнодушных горожан, волонтеров, просто жителей, которые решили откликнуться. Со стороны администрации хотел бы уверить, что администрация города всегда и в дальнейшем будет поддерживать все те акции, которые будут направлены на оказание адресной помощи нуждающимся и малообеспеченным жителям нашего города. Сегодняшняя акция показывает, что совместная работа дает огромные плоды и приносит большую помощь нуждающимся. Мавлиды во дворах Махачкалы уже стали доброй традицией. Каждый год в месяц рождения пророка Мухаммада, мир ему, ежедневно в столичных дворах проводят духовно-просветительские мероприятия. На одном из них побывал наш корреспондент Хамзан Румагамедов. Во дворе дома на улице Гамидова сегодня праздник. Для местных жителей выступают ведущие исполнители Нашида в республике, которые красивым голосом восхваляют лучшего человека на земле, пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Для детей и взрослых устроили увлекательную викторину. Правильно ответившим на вопросы о событиях в жизни посланника Аллаха, мир ему, вручили конверты с небольшими денежными вознаграждениями. Три мальчика, четыре девочки. Это правильный ответ. Да, это правильный ответ. Это прекрасный ответ тем, кто пытается намеренно или по незнанию навести тень на славного и непорочного пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. С удовольствием мы спускаемся на это мероприятие. И наши детки, для детей вообще это особенная радость. Каждый год наши дети становятся, может, более нравственными. Это, конечно, сплочает, сближает. Это мероприятие мы проводим с 2011 года. Каждый год проводим. И все жители активно собираются здесь. И у нас очень и гости с другого двора тоже бывают. Проводим мероприятия. Алхамдуллах, вместе с духовным управлением. Такие мероприятия мы проводим. Это малый месяц. Мероприятие в первую очередь просветительское. Проповедники рассказали о прекрасном нраве посланника Аллаха. А через экран проектора показали отрывок из фильма, повествующий о рождении пророка Мухаммада Мир ему. Это имя значит хвалимый за свои качества, хвалимый всеми за свою доброту. Мухаммад! Мухаммад! Дворовые мавлиды в Махачкале проводятся вот уже 12 лет. Они проходят по заявкам и желанию жильцов многоквартирных домов. А организатором их выступает муфтия Дагестана при поддержке Минаса-региона и медиаходинга Аманат. В Дагестанском гуманитарном институте состоялся финал республиканского конкурса на лучшее знание законодательства Российской Федерации. Он проводился среди обучающихся духовных образовательных учреждений региона. Конкурс проходил в три этапа. Всего в нем приняли участие более 500 студентов. В данном конкурсе принимают участие студенты духовно-образовательных учреждений. Естественно, их знания, они заточены на то, чтобы глубоко изучать исламские науки, теологические науки и так далее. Конкурс проводится для того, чтобы ребята могли подобрать законодательную часть. Победители и призеров наградят денежными призами. Организатором мероприятия выступил ДГИ при поддержке Минаса-республики. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова